Здравствуйте, уважаемые любители астрономии! В данном небольшом видео я бы хотел показать, каким образом можно наводиться на небесные светила на монтировке Q32, используя часовой угол и, соответственно, склонение. К сожалению, в инструкции, которая прилагается к телескопу, не дается особенности описания, каким же образом осуществлять данные действия, поскольку там речь идет только лишь именно об использовании координатных лимбов, если мы при наведении на светило используем связку, прямое восхождение и, соответственно, склонение. Поэтому цель моего видеоурока как раз-таки и заключается в том, чтобы показать, как же наводиться на светило, зная такие параметры, как часовой угол и склонение. Перед началом наблюдения нам, прежде всего, необходимо сделать именно точную ориентировку нашего телескопа. Так как мы с вами не будем заниматься астрофотографией, то есть для нас с вами точность наведения на северный полюс мира, она не является критичной. Поэтому мы просто ориентируем наш телескоп таким образом, чтобы он был, по крайней мере, по компасу ориентирован на север. Каким образом это делается? Это делается элементарно. То есть мы с вами подставляем обычный компас именно к штанге оси склонения и проверяем, чтобы у нас был телескоп наведен на север. После того, как мы сделали проверку, у нас теперь выходит следующая картина. То есть объектив телескопа у нас смотрит на север, главное зеркало смотрит на юг и, соответственно, мы готовы непосредственно к наблюдениям. Так как мы с вами используем часовой угол, то за точку отсчета у нас берется южное направление. И таким образом получается, что юг у нас 0 часов, запад 6 часов, север 12 часов и восток это у нас 18 часов. И теперь приступим непосредственно к подготовке нашего оборудования к наведению на небесное светило, используя часовой угол и склонения. Прежде всего, мы должны с вами подготовить координатный диск прямого восхождения для наших наблюдений. Как мы знаем, он состоит из двух шкал. То есть верхняя шкала у нас как раз предназначена для выставки прямого восхождения, либо же часового угла для северного полушария. То есть в нашем случае. И, соответственно, нижняя шкала, или как ее по-другому называют, внешняя, она предназначена для наблюдений именно за небесными светилами в южном полушарии. И вот здесь как раз-таки вся хитрость заключается в том, что, и об этом умалчивает в инструкции производитель, что для наблюдений, используя часовой угол, как раз-таки мы с вами будем эти углы отсчитывать, используя южную, либо же, соответственно, нижнюю шкалу. Что нам нужно сделать? Прежде всего, нам необходимо будет ослабить вот этот вот винтик, так, чтобы шкала диск ходила у нас спокойно, и совместить нули с стрелочкой, которая находится вот именно над этим диском. То есть вот, пожалуйста, у нас сейчас с вами выставлены данные параметры. Все, у нас нули готовы. Теперь мы с вами освобождаем стопор оси прямого восхождения и перекладываем телескоп таким образом, чтобы наши противовесы смотрели на восток. При этом, как мы видим, у нас, соответственно, сместились параметры на диске прямого восхождения, и теперь у нас, как раз-таки, напротив стрелочки стоит параметр 18 часов. Теперь мы должны с вами соответствующим образом настроить шкалу. Мы ее берем и, соответственно, крутим так, чтобы у нас напротив стрелочки стал ноль. Вот, пожалуйста, наши с вами противовесы телескопа смотрят на восток, и, соответственно, на стрелке у нас с вами выставлен ноль. Зажимаем стопор оси прямого восхождения, и, в принципе, вот такая у нас должна с вами получиться конфигурация, изначальная конфигурация нашего с вами телескопа. То есть, вот, пожалуйста, мы с вами готовы к наблюдениям. И теперь предположим, что нам с вами необходимо навестись на какое-то небесное светило, у которого координаты, например, скажем, 22 часа, и, соответственно, склонение, ну, возьмем 10 градусов. То есть, оно должно у нас находиться где-то в точке юго-востока. Что мы делаем для того, чтобы его найти? Не затягиваем данный винтик, то есть, чтобы у нас шкала ходила спокойно, и освобождаем стопор оси прямого восхождения. После чего наводимся на наше с вами светило, отсчитывая именно 22 градуса. Вот, соответственно, мы с вами напротив стрелочки выставили как раз параметр именно по нижней шкале 22 часа. То есть, мы готовы к наблюдениям. Теперь выставим склонение. Освобождаем стопор оси склонением. И поворачиваем трубу нашу так, чтобы вот эта вот стрелочка у нас с вами показывала 10 градусов. Вот, вот мы с вами навелись уже по склонению. И таким образом все. Наш телескоп направлен непосредственно в заданную точку, и мы с вами можем теперь спокойно проводить наблюдение как раз таки заданными параметрами. Для дальнейшего слежения за светилом, на которое мы с вами навелись, мы оставляем вот этот вот маленький винтик отжатым. То есть, для того, чтобы шкала ходила спокойно, свободно. И, соответственно, уже путем управления ручкой тонких настроек, то есть, вот, мы с вами как раз таки и будем осуществлять ведение за объектом. При этом, конечно же, на шкале напротив стрелки будут меняться его параметры касательно часового угла. Вот таким вот образом достаточно просто и осуществляется наведение телескопа на монтировке EQ32, используя часовой угол и склонение. Большое спасибо за внимание, чистого неба и хороших наблюдений.